МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и Неделя города. Смотрите в выпуске. Наши на Красной площади ретропарад авто и феевичный вечерний салют. Рязань встретила 9 мая по всем правилам нового времени. Выход на цель. Сотрудники СОБРа и ОМОНа вернулись с полевых тренировок. Бронепоезд Победы. Рязанский экипаж Волги поздравил ветерана Великой Отечественной. С соблюдением всех мер безопасности встретила Рязань праздник Великой Победы. А пока наши десантники чеканили шаг на Красной площади, в Кремлевском сквере Рязани стартовал фестиваль Парк Победы. На главной сцене прозвучали военные песни. Для горожан организовали интерактивные площадки, исторический квест, площадку для рисования детских рисунков, провели мастер-классы. Впрочем, события в городе проходили сразу в нескольких местах. Как увидели 9 мая сами рязанцы, расскажет Максим Васильев. Ну какой парад Победы без рязанских десантников? И пока парни чеканили шаг на Красной площади, диктор назвал удивительные цифры. Число героев России среди выпускников Рязанского десантного училища за подвиги, совершенные во время проведения СВО. Из тех училища вышло 164 героя Советского Союза и России. 29. Достойно этого звания за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции. Тем временем в самой Рязани, несмотря на запрет, свой парад Победы провели автомобилисты. Но вначале мощной волной по городу промчались байкеры. Ретро-машины этот почин поддержали и, кстати, четко обозначили одну из возможностей проведения бессмертного полка, расположив хода своих героев у дверей авто. Сам праздник был разделен на несколько городских локаций. В Кремлевском сквере привели реконструкцию боя, станцевали вальс, устроили мастер-классы для самых маленьких и не только, а также демонстрировали приемы рукопашного боя и мастерство владения оружием. Под вечер на Площадь Победы прямиком с Красной площади прибыли десантники. С песней они прошли строевым маршем, рязанцы своих парней встретили громкими овациями. Городность нашей страны, элита вооруженных сил, наши рязанские десантники! Ура! А уже когда совсем стемнело, в небе Рязани фейерверками расцвел салют Победы. И длилось это представление в районе 10 минут. Где удобнее всего было его рассматривать, мэрия предупредила рязанцев заблаговременно. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Рязанской области, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получили весточку от рязанских школьников. Росгвардейцам передали более сотни писем и рисунков со словами благодарности и поддержки. Письма сотрудникам ведомства написали учащиеся подшефных классов Рязанских, Сасовской и Тырновской средних школ, а также малыши из детского сада 19 в Касимове. Дети поблагодарили росгвардейцев за мужество и отвагу, поздравили с Днем Победы, а также пожелали возвращения домой живыми и здоровыми. К своим письмам ребята прикрепили яркие душевные рисунки. Кроме того, в посылке с детскими письмами оказалось несколько пар теплых носков, связанных с школьниками для участников специальной военной операции, а также сладкие подарки. Спасибо большое ребятам за ваши письма. Для нас это очень важно. Мы обязательно вернемся домой с Победой. Также хочу поздравить наших дорогих ветеранов с праздником Великой Победы и пожелать им крепкого здоровья. Прокуратура Рязанского района выписала сразу несколько предписаний муниципальным главам по ненадлежащему уходу за кладбищами. В частности, мало кто из чиновников озаботился санобработкой мест памяти и скорби. И за это им, что называется, прилетело. Акорицидная обработка кладбищ, то есть тотальное истребление клещей, дело муниципальное. Власти на местах выбирают специальное время и место для дезинфекций. Вот только как показывает практика, этой весной уповая на нестабильность погоды, на этом чиновники экономят практически повсеместно. Без обработки долго оставались кладбища в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле. В Рязанском районе ждать теплой погоды прокуратура не стала. Не сделал по факту, отвечая по закону. Проверка показала, что в нарушении санитарных, пневмологических требований по профилактике инфекционных болезней главами семьи администрации сельских поселений не приняты мер по коррецидной обработке территории кладбищ и мест массового отдыха, расположенных в границах сельских поселений. В целях устранения выявленных нарушений прокуратуры района ввесены представления. В отношении семи глав администрации сельских поселений возбуждены дела административных правонарушений по части 1 ст. 6.3 КАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-пневмологического благополучия населения. Да, по этой статье штрафы предусмотрены небольшие, от 500 рублей до 1000. Вроде пустячок, а все равно неприятно. Но очень неплохой повод местечковому руководству все-таки задуматься об исполнении своих прямых обязанностей. Не гаснет памяти свеча. Выставка, посвященная 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, открыта в областной библиотеке имени Горького. В экспозиции представлены книги, плакаты, фотографии, документы из фондов. Написанные в короткие минуты перед боем эти маленькие треугольнички адресованы матерям, женам, верным друзьям и по сей день остаются неиссякаемым источником мужества и любви и объединены единой целью – победить врага и защитить свою страну. Особое внимание уделено фронтовым письмам, которые пришли в село Ижевское и Михайлов. Дмитрий Иванович, сообщаю вам, что ваш сын Василий погиб геройской смертью при выполнении боевого задания в борьбе с немецко-фашистскими ордами. Он был достойным сыном нашего народа. Честно работал, смело шел в бой, умело уничтожал заплятых врагов, за что командование части представило Василия к правительственной награде. В лице Василия мы потеряли одного из богатырей советского народа. За смерть Василия мы отомстим. Сегодня читать строки фронтовых писем, написанные земляками или о земляках, щемящие и волнительно. Это не просто клочки бумаги, это целые судьбы, целые жизни. Молодые, рано повзрослевшие, люди, писавшие их, точно знали цену жизни, любви, дружбы. Они смотрят на нас с фотографий, они говорят с нами через эти строки. Со всего пространства экспозиции до нас доносятся звуки войны. Драматическое напряжение, динамичность, героические сюжеты, яркие образы. Все ипостаси красного цвета, которые мы видим на картинах рязанских и михайловских художников, взаимодействуя с книгами, фотографиями, фронтовыми письмами, представленными в экспозиции, создают единый образ, которому подчинена вся выставка. Это образ защиты Отечества. Тема Великой Отечественной войны является ведущей в живописных произведениях рязанских и михайловских художников, многие из которых сами прошли дорогами войны от первого до последнего дня. Работы профессиональных художников рязанских, Виктора Корсакова, Андрея Оконечникова, соседствуют с работами художников-любителей, Михайловского общества любителей художников, который был организован в 1984 году Юрием Васильевичем Бучневым и Андреем Николаевичем Сытовым. Вот работа Сытова представлена у нас вместе с работой Миронова. И работа Бучнева, Катюша, вы видите, представлена вместе с триптихом художника, тоже любителя, Михайловского Васильева. У Василия Михайловича Васильева отец был фронтовиком, воевал. И вот в память об отце, об этих сражениях, который тоже, кстати, был художником-любителем, он написал этот триптих. Кроме того, в экспозиции историческая и художественная литература, монографии и исследования, мемуары и фотоальбомы. Выставка работает до 26 мая. Сотрудники СОБРа, Калаврат и ОМОНа Вятич, Управления Росгвардии Паризанской области, вернулись из полевого выхода. В течение недели сотрудники подразделений совершенствовали навыки и умения, необходимые им в служебно-боевой деятельности. Слаженность действий и работа в парах – основная задача полевого выхода спецов Росгвардии. В этот раз формат был необычный. Два подразделения – ОМОН и СОБР – выступали в смешанных боевых порядках. Отрабатывали вопросы взаимодействия между сотрудниками подразделения, а также с подобными подразделениями, то есть непосредственно с подразделением ОМОН, для того, чтобы в дальнейшем выполнять поставленные задачи в зоне СВО. А начали они с места в карьер – с 35-километрового марш-броска по пересеченной местности. Этот элемент утяжелили через боевое слаживание. Параллельно выполняли задачи по ориентированию на местности и движению по азимутам. Особое внимание уделили совместной разведке, а также поиску и обнаружению преступников в условиях лесистой и сельской местности. Отрабатывались вопросы топографии, тактика специальной подготовки, и полевой выход у нас заканчивается, как всегда, тактика специального занятия. Заключается уже непосредственно проверка умения подразделения выполнить боевую задачу, где мы не отрабатываем учебные вопросы, а выполняем задачи сразу в целом. Практическое занятие по инженерно-саперной подготовке, медицинской и тактико-специальной, подфинал – огневой рубеж. Стрельба из различных видов вооружения, в том числе и в условиях недостаточной видимости. Командиры отрядов считают, что бойцы с задачей справились. Теперь нужно все отточить до автоматизма, чтобы быть готовым к любой нештатной ситуации. А то мало ли что. Тем временем Министерство обороны заявило, что четыре наших бронепоезда, действующие в зоне СВО, отразили все атаки диверсионных групп ВСУ. Кстати, совсем недавно экипаж одного из таких бронепоездов отправился на подконтрольную территорию прямиком из Рязани. Минобороны показало, как ребята поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной. Мы предназначены для технической разведки, разминированию и восстановлению железнодорожных путей, сопровождению воинских эшелонов, ну и другие задачи, в ходе которой возникают специальные военные операции. Командир бронепоезда «Волга» рассказывает Льву Калинину о целях и задачах в СВО, стоящих перед подразделением. Число и калибр оружия не раскрывают, впрочем, ветеран Великой Отечественной, артиллерист в прошлом все прекрасно понимает. Лев Александрович в далеком 42-м руководил минометным взводом, потом был ранен, в 20 лет получил орден Красной Звезды, победу встретил в госпитале. Но и тогда, и сейчас к врагу у него отношение особое. «Рассказали мне от начала до конца, где один, где другой, для какой цели, вооружение, боеприпасы. Я спросил, как дело, если без твой этих появится, то будет уничтожен. Все хорошо, хорошо. У них еще достатки от повара уничтожения негодяев всяких, которые поругаются на нашей территории. Диверсию совершают. И этих гадов надо перебить как можно больше и как можно быстрее». Эта поездка в полностью автономном комплексе для него первая в жизни. Но парней, которые выстроились для его чествования, называют по-свойски. Ребята. «Смирай! Давай седину! Уважаемый Лев Александрович, разрешите от спецпоезда «Волга» поздравить вас с Днем Победы! Пожалуйста. Решите вручить вам награду «170 лет железнодорожных войск». «Спасибо вам! Больших успех на ваши поприще по защите рубежей наши руины». «Ура! ура! Ура! Ура!» «Спасибо, ребята». И с этим вызовом парни справились. Минобороны уже заявило, что все подобные инциденты завершились в пользу личного состава «Волги», которому, кстати, Лев Александрович, по его собственным словам, обязательно бы присоединился, если бы позволяло здоровье. А вот возраст, ветерану уже 99, для защиты родины значения не имеет. В Милославском районе взрывотехники ОМОН и Росгвардии обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его в огороде нашла местная жительница. Специалисты определили, что это 50-миллиметровый минометный выстрел времен Великой Отечественной войны. Опасность он не представлял, был без взрывателя. Но со следами сильной коррозии, как музейный экспонат, самое то. Впрочем, мину на всякий случай передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Уже порядка 740 человек в Рязанской области получили региональные выплаты по рождению детей. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Такая мера поддержки семей с детьми появилась по инициативе губернатора Павла Малкова. Напомним, с февраля в области власти единовременно выплачивают при рождении ребенка 20 тысяч рублей, а при рождении первенца у женщин до 25 лет 50 тысяч. Региональная мера социальной поддержки предоставляется независимо от дохода семьи и при условии, что ребенок родился на территории Рязанской области. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр в срок не более трех календарных месяцев со дня рождения ребенка. Весна – время, когда природа расцветает, воздух теплеет, а ночами уже поют соловьи. Не это ли лучшая атмосфера для того, чтобы влюбиться? А вот что такое любовь, влюбленность и чего в этом термине больше – физиологии или психологии, расскажем в следующем сюжете. Проблемы отношений чаще всего приводят людей в кабинет психолога или психиатра. Невзаимная любовь или отсутствие общего языка в паре, разобщенность интересов или разочарование в партнере. Вот так самое прекрасное в мире чувство превращается в самый сильный страх или травму. Любовь ни с психиатрической, ни с какой другой точки, в общем-то, это чувство не страшное. Дело в том, что это, на мой взгляд, это самое прекрасное, что может случиться с человеком, что-то, что меняет его отношение к себе, к другому человеку, к тому миру, в котором он живет, делая этот мир прекрасным. В практической работе любого психотерапевта, да и психиатра тоже, встречается огромное количество людей от любви пострадавшей. А вот психотерапевтов и психологов больше интересуют такие отношения, которых слово «любовь» безусловно, звучит, и никто как бы не будет открещиваться от этого, но люди, тем не менее, находятся вместе или по одному в кабинете психотерапевта. К тем проблемам, которые встречались у прошлых поколений, добавились новые в ногу со временем. Найти спутника или спутницу становится проще через социальные сети и сайты знакомств, а вот найти общий язык напротив. Сейчас у нас век социальных сетей и народ просто туда с головой окунулся, в одноклассники, в контакте, там все прочее. Появилась возможность разорвать географию. Раньше я встречался только с теми, кто в моей деревне живет, а в деревне провели интернет. И теперь я могу знакомиться с любыми, с любой точки. Более того, если переходить к дежитализации отношений, я же могу создать какой-то аватар, который мало имеет ко мне отношения. Легкость такого общения, по мнению специалистов, снижает ценность взаимоотношений. Но адекватность, к которой психологи призывают стремиться в паре, доступна не всем. При ее достижении в отношениях оба любящих человека получают исключительно бонусы и никаких страданий, чего и специалисты-медики, и наша телекомпания вам желают. В мае отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В преддверии даты наша съемочная группа поговорила с врачом-кардиологом. Гипертония, атеросклероз, сахарный диабет – все это так называемый сердечно-сосудистый континуум – факторы риска инсульта. Список, конечно, далеко не полный. Те самые факторы риска в нем разделены на корректируемые и некорректируемые. Среди последних полвозраст и генетика. Один из важных показателей, на которые стоит обратить внимание корректируемый холестерин. В России провели опрос, многие ли знают об этом показателе. Оказалось, единицы. Из того небольшого процента, которые интересовались, какой холестерин, совсем небольшая часть знала, что он повышенный. И с той части, знающей, что холестерин у них повышенный, еще меньшая часть принимала лекарства, которые могут нормализовать уровень липидного обмена в крови. И из этой части целевых значений, так называемых, достигали совсем малый процент. Эту ситуацию в корне надо ломать. Самый эффективный способ узнать все эти данные, говорит Сергей Аксентьев, это пройти плановую диспансеризацию. Она доступна для всех россиян, достигших 21-летнего возраста. Раз в три года. То, что диспансеризация у нас возрождается сейчас, это благо, соответственно, ее надо проходить. Надо не просто пройти диспансеризацию, что часто бывает, чисто формально пришли быстро, все сдали и ушли, и даже не поинтересовались результатами анализов. Поинтересоваться надо как минимум этими результатами. Полно сейчас мессенджеров, по которым можно сообщить, найти какой-то путь. И если что-то выявляется, продолжить обследование. Первичная профилактика, которую рекомендуют специалисты, это уменьшить количество так называемых негативных факторов. В идеале формула выглядит так. Отказ от вредных привычек, физическая активность и снижение массы тела. Изменение образа жизни плюс регулярная диспансеризация, говорят врачи, может добавить дополнительно до 10 лет жизни. Кажется, снова теплеет. Холодные майские праздники заставили понервничать всех, у кого есть садовые участки. Но тепло возвращается и теперь, вероятно, надолго. По прогнозам синоптиков, вторая половина мая 2023 года в большинстве городов принесет стабильное потепление. Синоптики считают, что вторая половина мая будет сильно отличаться от первой. Май начался в ряде регионов, в частности, в Рязанской области, с холодной погодой и даже снега. А в конце весны многие территории наоборот должна накрыть невероятная жара. Причем показатели на термометрах могут быть настолько высокими, что побьют предыдущие рекорды, которые были установлены много десятилетий назад. Но не в эти выходные. В выходные дни. В погодной территории Рязанской области под влиянием малоподвижного скандинантского антициклона сохранится умеренно теплая. Преимущественно сухая погода с большим суточным ходом температура воздуха температура воздуха ночью 13 мая плюс 4 плюс 9 градусов днем воздух погреется до 19 и 24 градусов. Среднесущная температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. 14 мая температура воздуха ночью плюс 5 плюс 10 градусов днем 15-20 градусов. Среднесущная температура воздуха будет около нормы. По предварительному прогнозу начало следующей недели ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью 15 мая плюс 4, плюс 9 градусов, днем 14-19 градусов. Самый теплый май наблюдался в Центральной России в 1979 году. Средняя месячная температура составила плюс 17,1 градуса, что на 4 градуса выше обычной. Рекорд майской жары принадлежит 28 мая 2007 года, когда воздух прогрелся до 33 с небольшим градусом. Но бывают и возвраты холодов. Например, 9 мая 2017 года максимальная температура не преодолела рубеж плюс 5, а спустя двое суток зафиксирован майский снегопад. Прошлогодний месяц оказался холоднее обычного почти на 3 градуса, а вот осадков выпало в пределах средних многолетних величин. Утром 1 мая отмечен заморозок, минимальная температура составила минус 1,7 градуса. Максимальная температура зафиксирована 12 числа плюс 22,1 градуса, что стало самым низким значением за все годы наблюдений. На этом все новости. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания.